Привет всем, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, что у меня нацвело. И первая выходит вот такая группа в сиреневых купальниках. Сейчас подойду к ним поближе. Это вот такая вот шикарная маленькая котлеечка, мини-котлея. Название я подпишу, потому что они у меня всегда вылетают из головы. Очень вкусно пахнет, вот такая расцветка, и пахнет очень вкусно конфетками. Запах сильный-сильный, прям распространяется на всю комнату. Здесь красавица зигокастая, какалис, так и не нашла я ее название. Тоже хорошая бульмовая орхидейка, вот с такими вот красивыми большими бутончиками. Вот они. Очень часто цветет, регулярно, раз, наверное, в 3-4 месяца точно цветет, и тоже она пахнет. И моя ванда, которая цветет, ну просто всегда. Вот сейчас у нее, я показываю, сколько, 5, по-моему, цветков. Цветы очень большие у нее. И вот эта вандачка, я посмотрела по своим записям, она цветет регулярно, каждые 2 месяца. У нее новое цветение. И покажу, сейчас, если будет видно, залезу, покажу, что я с ней сделала. Здесь был еще один цветочек, но его нет, потому что там растет коробочка. Если все получится, конечно, все расскажу, что на кого опыляло, и что у меня в этом, что у меня из этого всего вышло. Ну и следующая группа моих красоток, которую бы я хотела показать, это вот такой зеленый Бэтмен. Здесь пышным цветением хвастаться, ну, нечем, да, здесь оно не пышное, всего 2 цветочка. Хотя они очень свежие, очень яркие, красивые. Но я бы поставила за того, что у нас здесь растет семенная коробочка. И мне кажется, коробочка начала менять свой цвет. И семена созревают по плану. Карина красотка. Очень тяжело ее показывать мне, потому что она у меня в разные стороны. То есть цветы направлены во все стороны света, так как я ее кручу. Она не влазит на подоконник, потому что, ну, очень крупная розетка. А подоконник у меня узкий. Поэтому вот выкручиваюсь как могу. И, ну, красивый каскад она сложить не может, понятно. При постоянном крутении у нее там вот еще много бутончиков. Вот я сейчас так залезу. Там тоже, вот видите, веточка дальше идет. Но они вообще в другую сторону расположены. Согла Лаурнц. Почему-то, а, это мое первое домашнее отсветение. У меня была в памяти, что цветочек у нее больше. Вот мне так было. А цветочки у нее мелкие. Она, конечно, красотка такая, вся светящаяся. И вот продолжила она со старых цветоносов. Получается, отрастила веточки свои. И у нее, вот еще идет здесь, вот ее новый цветонос. Он там в Бэтмен уходит. Вот, но он есть. Я довольна, что она расцвела. Такое яркое пятно. Тоже очень ароматное. У меня она пахнет цветами. Цветочный запах. Вот фокус. Вот такая красивая. И тоже первое цветение у меня домашнее. Вот такого беглипчика. По-моему, он называется Манка. Но я покупала его без названия. Посмотрите, какой вот этот вот цветочек последний. Как у него интересно. Лепестки сложились его. Питалии, да? Вот у этого круглые. А вот его такие заостренные. У него тоже хорошая такая веточка. Сейчас уже четыре распустилась. Еще три вот распустятся. У него красивый такой матовый оттенок немножко. Интересный архидейк. Ну и следующая партия розово-щеких девочек. Ванта прям так и лезет в кадр. Синяя, но речь не о ней. Начну с которой покрупнее. Сезам. Обычный. Не пилоричный. Не красный. Но очень шикарный. Это новинка. Это не мое цветение. Вот такой он. Прямо. Конопатый-конопатый. Здесь окрасавица Клеопатра. Это орхидея старой сорта. Но в продаже вот ее становится все меньше и меньше. Хотя она такая красотка. Долго держит цветы. Цветет всегда шикарно. Цветет всегда обильно. Меняет цвет. Да, она выцветает. То есть она вот здесь новенький распустился. Он такой желтенький. А здесь посветлее. Первый вообще такое уже в зеленцу уходит. Но это никак на ее красоте не отражается. Мне она нравится во всех вариантах. На один цветонос в этом году цветение. А было ли времена, когда она взяла на пять. Следующая. Ксараблаш. Вот знаете, никогда не обращала внимания. на эту орхидею, пока не увидела ее вживую. Как она переливается. Как она блестит. Вся такая неоновая, красивая. Цветение, можно сказать, наполовину мою. Я ее купила вот с нижними цветочками. Вот они еще есть, да. И с бутончиками. Нижние цветочки она еще держит. Вот на обоих цветоносов. Вот здесь и здесь. Бутоны она все отсушила. Но, недолго думая, выдала новые. Вот на этой веточке получается. Опять цветочков у нас. И вот на этой веточке тоже. Тут, по-моему, четыре. Очень красивая она. Прям любимица-любимица. Вот еще раз покажем. Классная. Следующий красавец. Это Пиноккио. Усики он в этот раз в основном цветоносе или цветочки, да. У него револьверные отстения. Посмотрите, как он их сложил. Что-то не знаю, что-то ему не понравилось. Наоборот, ему все нравится. Вот. Там уже другой бутончик на подходе. У меня вот здесь вот такой кустик. Две розетки у него уже процвели. Они уже, ну, наверное, скоро будут отсушиваться, да. Вот эта вот розетка цветет. И там вышли такие новенькие у меня. Вот такой вот он. Следующая Сандериана. Очень красивый цветок. И мне очень нравится его форма. Такая губа, усы здоровенные. Очень красивый. Но у меня вот только два цветка. Вот второй прячется за ним. Хотя тоже она уже у меня очень давно и цвела всегда пышно. Но в этом году мы немножко приболели. У нее там всего осталось. Вот. Сейчас уже все нормально. Корни растут. Все хорошо. Ну, вот всего, видите, два получается. Вот ее розетка, да. Всего два у нее листочка. Ну, соответственно, маленькое такое цветение. Вот. И моя следующая красавица. Это котлея Crystal Smith. Тоже она у меня очень давно уже. Но она у меня всегда цвела осенью. А вот в этот раз, по неизвестным причинам, она решила процвести весной, в начале лета, да, ну, конец сегодня уже, конец мая. Вот тоже ароматное, красивое сочетание вот этих просто цветов. Розовый такой, благородный, с напылением, желтый на кончике губы, вот такие красные всплэшики. Очень красивое. Ну, и мои последние темненькие орхидейки. Их не так много у меня. Это пенивчик. Тоже изогнулся у меня, детка. Но они у меня, вот видите, без держателей, они так стоят и свободно свисают. Темненький он у меня, темненький, постоянно что-то доращивает. Ну, вот у него, по крайней мере, вот такого пышного цветения у меня еще не было. Вот сейчас у нас, так, два цветочка, по-моему, он на днях сбросил. Осталось три. Здесь вот, сейчас, 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 опять вот веточка идет, будет доращивать. Но вот такого, чтобы пышного-пышного не было. Такая же ситуация у меня происходит с диким котом. Он цветет постоянно, но он также цветет не очень пышно. Вот у него сейчас такой, тяжеленький такой, вот сточков немного. Вот, допустим, с этой стороны у него два. Посмотрите, какой он красивый, он, правда, очень красивый. Вот с этой стороны у него два, сильно поворачивать не хочу. Здесь вот он один уже совсем-совсем распускает, да, бутон. Здесь пипка будет, значит, еще доращивать. И сегодня, вот видно, такие свежие сломы. Я убрала два цветка, которые он засушил. Вот нет у меня у него пышного цветения. Оно постоянное, но не пышное. Ну, а это моя новинка. Черепом. Тоже красотка, красотка, ничего не скажешь, ужасная. Сколько у нее? Станоз-то красиво сформирован. Четыре цветочка. Она как пластмассовая. Вот я ее купила, по-моему, месяца четыре назад. Вот она так, так и стоит. Ничего там не растится у нее нового, но ничего и не засыхает. И вот так просто стоит, как пластмассовая. Вот издалека она смотрится действительно искусственным цветком. У нее вот такая маленькая аккуратная розетка. Такая аккуратная, красиво сложенная цветочка. Действительно, как будто вот она искусственная. Но она, конечно же, живая. Живая красотка. Вот. А на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.